Несколько цифр для начала. Читают, не читают. Читают, конечно, но не в библиотеке читают. 80 с лишним процентов взрослых людей в России, которых мы опрашиваем 18 лет и старше, в принципе не бывает в библиотеках вообще. Порядка 6% взрослого населения бывает в библиотеках хотя бы раз в месяц. Вот примерно такие параметры. Сегодня среди книг, которые, если мы возьмем книги, которые люди реально читают в тот момент, когда мы их опрашиваем, то среди них библиотечных будет опять-таки где-нибудь 6-8%. В основном это будут книги, во-первых, купленные самими людьми, во-вторых, взятые у друзей и знакомых, в-третьих, купленные, но стоявшие на полке, то есть не новые, а те, которые люди с полки достали, и, наконец, четверть это будет скачано из интернета. Иначе говоря, к чему я это все веду, что библиотека находится сегодня, ну, я бы сказал, в некотором смысле в другом пространстве, и, может быть, даже в другом времени. Вот несколько слов о том, что это за пространство и за время. Если как социолог я бы высказывался, я бы сказал, что в России сегодня есть как бы две проблемы, или там два каких-то трудных проблемных узла, проблемных места. Это проблема идентичности, кто мы такие, то есть это проблема образцов, проблема авторитетов, проблема смысла. И вторая проблема – это проблема коммуникации, проблема связи между людьми. И того и другого сегодня в России дефицит. Почему это так получилось, каким образом, что там с этим дальше делать, это все огромная тема для множества-множества разговоров. Я сегодня хочу только на нескольких моментах здесь остановиться. Ясно совершенно, что библиотека по образцу архива, по образцу музея, то есть памяти некоторого сообщества, эта ее функция не исчезает. Но мне кажется, в гораздо большей степени сегодня для библиотеки актуальна другая вещь. Нельзя сказать, что ее в библиотеке нет, но мне кажется, ее должно быть существенно больше. Это нечто, как его назвать, ну не знаю, акция, тематическая акция, связанная с какой-то проблемой. Вокруг этой акции сплачиваются, стягиваются люди, и книга, журнал, текст участвуют в этом наряду со множеством других средств. Книга довольно долго шла к выделению из всех других предметов. Мне кажется, что сейчас путь скорее в обратную сторону. Надо ввести книгу в сеть общения живых людей. И прежде всего эти люди связаны тем, где и когда они живут. Сегодня шел уже разговор о местных сообществах. Я думаю, что этого должно быть в библиотеке существенно больше. В этом смысле библиотека должна стать местом, где встречаются и сплачиваются люди, которые здесь живут. А дело библиотекаря придумать такие акции, такие темы, такие ходы, которые сплачивали бы в максимальной степени людей, которые здесь живут. Людей разного возраста, людей разной профессии, людей разных вкусов и так далее. В этом смысле его роль как, ну, такого диджея, что ли. Конечно, библиотека останется библиотекой, в том смысле, что в ней есть фонд. Этот фонд определенным образом организован. Библиотека исполняет информационные запросы, с которыми приходят читатели и так далее. Но я думаю, что вот этого как раз будет понемножечку, понемножечку все меньше. А вот того, что связано с акцией и сплочения вокруг некоторой темы, проблемы какого-то фокуса, вот этого будет все больше. Второй момент, опять-таки, изменений, которые мы все чувствуем, это, ну, я бы сказал, некоторое движение от книги к тексту. Понятно, что когда мы имеем дело с электронным чтением, то вообще-то говоря, как бы контекст книги уходит. Для нас важен текст. Вот в этом смысле он может быть в любой форме. Он может быть на экране, он на экране компьютера, он может быть на экране нашего смартфона, он может быть в нашем телефоне. Это в общем теперь уже не важно. Это довольно серьезные изменения, потому что что давала книга как предмет? Она давала некоторый биографический контекст книги, да? Вот. Вы всегда помнили, где и когда вы эту книгу купили. Она стояла на каком-то месте в вашей библиотеке и так далее. Это был определенный способ организации вашей жизни, вашей биографии, биографии вашей семьи и так далее. Книга как текст, в ней вот эта сторона дела слабеет. Она все больше становится как бы живым проводником к смыслу. И вот соединяясь с вот этой идеей как бы акции интеграции, акции объединения людей, вот книга как текст начинает приобретать вот это значение, которое она потеряла из-за того, что она перестала быть предметом. Она приобретает его в новом контексте, в новом смысловом повороте и в этом смысле как бы возвращает себе часть функций. И третий момент, который часто обсуждается, и мне кажется, не всегда адекватно. Это как бы часто люди, которые обсуждают судьбу книги сегодня в контексте электронного чтения, как бы исходит из той же прежней модели, такой как бы гражданской, если не мировой войны, да, кто кого. Вот, победит ли, значит, бумажная книга электронную или электронная бумажную, как когда-то были страхи относительно кино, потом относительно телевизия и прочее, прочее. Вот по нашему исследованию, которое мы в прошлом году провели, специально исследование электронного чтения, оно было в 12 крупнейших городах страны, и мы отбирали только людей, которые реально читают книги, то есть это читатели книг из крупнейших городов страны. Что получается? Что можно сказать про эту аудиторию? Ее ядро сегодня — это все-таки люди более молодые и люди, которые соединяют чтение электронных изданий и бумажных изданий. Люди, которые читают только бумажные издания, это более пожилая часть аудитории, ориентированная скорее на те книги, которые стоят уже у них на полке, в этом смысле она скорее перечитывает, чем читает. Вот, более молодая часть аудитории читает и электронку, и живые бумажные книги, но эти люди, как ни парадоксально, читают активнее, чем те, которые читают только бумажную книгу. Они активнее посещают библиотеки, в том числе традиционные библиотеки, но это и понятно, они молодые, да? Вот, им это нужно еще для учебных заданий и так далее, и так далее. Они гораздо активнее читают серьезную книгу, научную книгу, словарь, энциклопедию, деловую литературу, инструктивную литературу и так далее, и так далее. Иначе говоря, представление о том, что электронная книга борется с бумажной и хочет ее убить, вот на сегодняшний момент совершенно не соответствует реальности. Напротив, ядро читательской аудитории, наиболее активное, с наиболее сложными, наиболее интересными тематическими запросами и так далее, складывается вокруг соединения электронного чтения и бумажного чтения. В этом смысле, я думаю, что, как бы, ядро публики библиотек, так или иначе, образует сегодня именно вот эти люди. Это учащиеся, это люди, получающие второе образование, это публика, которая складывается вокруг крупнейших институтов и университетов крупнейших городов страны. В этом смысле на нее в наибольшей степени сегодня разворачивается вообще производство не только книг, но и всяких других товаров, удобств и всего прочего. Вот тут есть сторона дела, которой я сейчас не буду касаться, то есть, ну, как бы потребительски. Эта группа как потребительская группа. Вот, для книгоиздателей и книготорговцев это было бы очень интересно, но сейчас просто времени уже на это нет, только укажу на то, что это перспективная потребительская группа. Вот, и эта потребительская группа как раз сочетает в себе достаточно серьезные интеллектуальные умения, серьезные интеллектуальные запросы, и, с моей точки зрения, если опираться на данные наших исследований, никаких оснований беспокоиться за судьбу чтения нет. Но чтение претерпевает изменения, так же, как библиотека претерпевает изменения. Ответит ли библиотека на эти вызовы, которые перед ней стоят? Превращение как бы из архива, если хотите, вместо встречи, что-то вроде клуба или коммуникативного узла данного сообщества, я думаю, от этого будет много зависеть и для библиотеки, и для страны в целом, и для читателей, которые ходят в библиотеки сегодня, и для тех, которые, может быть, придут в библиотеку завтра. Все, спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok